Это пластинка, на самом деле, она для России является исторической. Я хочу для начала сказать, что когда этот диск пришел на магнитофонных записях в Россию, отсюда, его же нельзя было ввозить в 70-е годы, то многие первоначально не поняли, что это записано во Франции. Потому что я сохранила русский язык. И многие удивились, что записано качественно, но подумали, что это писали в России, просто кто-то, кто там сидела, женщина, может быть, помнила эти годы, и поэтому сначала не могли понять, что Дина Верни – это Париж в 70-е годы. Это я знаю точно от очень многих коллекционеров и от ценителей музыки такой. Мы начали в 71-м году. А песни я нашла в России. В каждой семье, я была приглашена каждый день, в каждой семье. Я искала художников. Это было очень трудно, я нашла очень мало. Потому что Россия была закрыта, Европе, 30 лет, без никаких контактов. Мы первые привезли книги и, как вам сказать, о распродукции новых, нового качества живописи. Никто не знал. Россия была совершенно... Я вам скажу это по-русски. Олете де турне. Она была не перед миром, потому что она была закрыта 30 лет. Это много. Много. Для музыки это кошмар. Для всего. И для художественного творчества. Художество, и что еще хуже. И вы были первые, кто... Один из первых. Я не первая. Мы несколько, два, три. А потом все пошло. А вот эти песни, как пришла мысль их найти? Каждый день я была приглашена в разные семьи. В каждой семье кто-то сидел. В каждой семье. Или он был в тюрьме, или он был в лагере, то есть в корсете, в этом самом ГУЛАГе. Он был зэк по-русски. И это было страшно. Это было непонятно даже. Для меня это было непонятно. Так я постаралась понять. А каждая моя песня – это ГУЛАГ. Мне не хватало слов в одной песне, которая очень приятная такая. Она говорит о Одессе, который мой город, где я родилась. Но там не хватали слова. Так мне сказали – это был Беломорканал. Иди, найди, кто сидел в Беломорканал. Они нашли. Одного молодого. Теперь он профессор в Израиле. Так нужно было с ним встретиться. Я поехала в Израиль. Я с ним встретилась. Он был такой суровый немножко. Но он это взял очень всерьез. И он мне дал эти слова. У вас получилась песня? Да. Интересно. То есть таким большим... Он был, он сидел в Беломорканал. И там эту песню знали в том виде. Ну да. Очень интересно, что есть в вашем исполнении песня Юза Олешковского. Два слова скажите про него. Олешковский поэт, который был, из-за него я сделала эти две вещи. Потому что он ещё был в неволе. Даже три. Товарищи Шаллин. Да, даже три. Самые лучшие. И лесбийская слава. Я вам скажу, что только воры и поют, понимаете. Политически не поют. Это очень редко. Он единственный политический, который поёт. И сам сочиняет. И сам сочиняет. И замечательно. Потому что это его песни гениальные. Вы знаете, что в вашем исполнении его песни широко известны стали даже раньше, чем в исполнении других певцов или его самого. Ну конечно, да. Потому что он не пел их сам. Никто не пел это. Ваши записи вообще самые первые. Да, моя была первая. На музыку переложения. Так получилось. Хотя вы его не знали. Я его не знала. А песни эти узнали сварку на певцах. Я его не знала. Но я узнала, что он едет через Австрию. И я его встретила. И мы стали большими друзьями. С ним, с его женой. Я не имею давно от него никаких новостей. В Америке. Но сын его живет уже в Москве сейчас. Сын живет в Москве. Да, но сын, это я не знаю сына. Ничего общего с сыном не имеем. Но я имею с ней и с ним. Большое. У нас большая дружба. Больше 30 лет уже. Больше 30 лет же прошло с тех пор. Ну что 30 лет, это ничего. Конечно. Это пустяк. Что интересно, что он очень высоко ценил всегда ваше исполнение. И сам записал эти песни. Те же самые, что дал вам тогда. Вот то, что вы записали. Только в 94-м году. То есть ровно через практически 20 лет после вашей записи. Есть пластинка, которая была записана в Америке. И издана очень известным у нас рок-музыкантом Андреем Макаревичем в Москве. Которую он писал там. Сам аккомпанировал на гитаре Олежковскому. Он что-то Олежковский говорил, что он по сей день не умеет играть на гитаре. А Макаревичу очень хотелось... Первый раз я слышу, что он играет на гитаре. Да. Ну, вот смысл в том, что ему сделали музыку. И через 20 лет после вашей записи он эти песни спел сам. Поэтому теперь они есть уже... Это прекрасный человек этот Олежковский. Во-первых, это большой поэт. А во-вторых, это очень милый и приятный человек. Ну и писатель. И писатель. И вот сейчас, спустя такое большое количество времени, у вас отношения с ним дружеские. Замечательные. Это очень приятно. Я хочу спросить о том, как записывался ваш альбом. Вот о французских музыкантах, с которыми вы это записывали. Потому что они ведь даже, наверное, не знали языка. Я привезла это в голове. Потому что, как говорится в Москве, меня шмонали. Здорово. Так что я не могла ничего с собой иметь. Никаких записей. Ничего. Так я выучила 24 песни. Но мы сделали 12. Создали 12. Хватит. Зато они стали практически вечными. Ну, сколько лет. А музыканты? А музыканты французы. Французы, да. Но я с ними работала два года. А вы им делали перевод? Они понимали, в чем они оконимали? О, да. Они здорово понимали. То есть... Они стали русскими. Благодаря вам. Скажите мне, а выступление с этой программой? Вы мне рассказывали в прошлый раз, что был один концерт, где вы спели на людях эти песни. Здесь, в Париже? Да, в Париже, в церкви. Тут у нас церковь, и мы исполняем иногда в ней. И там я имела большой концерт. Именно с этими музыкантами, с которыми записывали этот альбом, да? Потом были другие, потом были испанцы, которые тоже пели того рода песни. Но я была единственной, которая это сделала в это время. Это был единственный концерт на публике вот с этим? Да, да, да. Меня концерт не интересовал. То, что меня интересовал, чтобы пластинка была хорошей, чтобы ее понимали. И чтобы музыка была не только понятная, но чтобы ее хорошо слышали. Тот, который сидит в лагере, он не поет, он не имеет возможностей. Те, которые я имею. Но эти возможности мы работали два года. Вы дали этим песням фактически новую жизнь. Хорошо, спасибо. И что еще важно? Вот в этом альбоме есть одна песня Владимира Высоцкого. Да, точно. Вот как она там оказалась? Почему? Потому что она мне нравилась. С Высоцким я ничего не имею общего. Нет. Но он хороший поэт и все. Но это не мой человек. Словом, я не имею общего с ним. Я никогда с ними встретилась. Я его не знаю. И это не мой круг. Но песня замечательная. А где вы ее нашли? Во-первых, все ее пели. Это было нетрудно. Это была песня совсем раннего Высоцкого «Бодайбо». Он ее написал в 1962 году. Да? Это хорошая песня. Да, она к тому времени была достаточно известна. Вот там, вы знаете, есть одна песня. Это «Колыма», кажется. Это песня 1933 года. Это начало ГУЛАГов. И это песня женщина сделала. Ее имя известно. Я ее забыла, но имя известно. Я начала с этой. Первый раз эта пластинка издавалась компанией «Патэ». «Патэ Маркони» – это большой дом. Второй – это «Мари Мелоди» – это другой дом. А третий дом теперь… «Шандимонт». Валя. «Шандимонт». Потом мы сделаем. С моими сыновьями мы решили продолжать, но мы сделаем. Почему не издавали ни разу в России уже после всех изменений? Как-то не вышло. Меня приглашали. Я хотела ехать. Что-то не вышло. Не знаю, не помню почему. Но это ничего общего не имеет с каким-то вопросом. Абсолютно нет. Но это не вышло. Я очень жалею. Потому что это было бы лучше, если я бы присутствовала. Не то, чтобы не петь. Зачем? Чтобы давать советы. Потому что это должно быть очень высокое него. Потому что в России эту пластинку переиздавали нелегально. Пиратским путем. Причем несколько раз. Но я с ними согласна. Они просто перепечатали пластинку Шан Дюмонда даже с тем же камером на обложке. Пускай они перепечатают. Так или иначе я не ищу деньги. Это грех. Брать деньги на все эти песни ужасные. Все эти муки, которые люди переживали. Благородная позиция. Благородная. Дина, спасибо огромное вам. И в завершение, как мы говорили тогда летом, ваше пожелание аудитории, которая будет сейчас слушать и смотреть то, что вы говорили. Ваше пожелание русским людям вот сейчас, в феврале 2008 года. Чтобы русская речь продолжалась быть, как она была прежде. Чтобы ее не забывали. Спасибо огромное вам. Спасибо. Я обязуюсь, что мы еще раз перешлем ту запись, которую мы сделали, уже транслировали дважды в России по радио за эти полгода. Просто очевидно, почта осталась, может быть, у ваших секретарей или что-то. Мы передадим через Владимира, потому что там большая передача. Так я его снова увижу. Да, и там целый час, где как раз идут песни с вашего альбома и наша прошлая беседа, записанная в конце июля прошлого года. Поэтому я обязуюсь, чтобы диск был у вас. А вот на этом альбоме здесь как раз наша певица, которая поет наш русский репертуар и поет классику шансона на французском языке. Поэтому я думаю, что вам будет интересно посмотреть. Что она поет? Она поет томберленеже, апари, вот такие вот вещи, которые в России очень хорошо знают. Она их очень любит, она их поет на французском языке. Поэтому здесь половина этого видеофильма, снятого здесь на русском, а половина на французском. И я думаю, вам это будет хорошим подарком. Будет время поставить и посмотреть. Спасибо. Мы приедем сюда летом, еще будет возможность привезем вам еще какую-нибудь русскую музыку. Хорошие подарки. Может быть, даже привезем уже сделанное документальное кино, в котором мы рассказываем о русской песне. Поэтому огромное вам спасибо и за ту встречу, и за сегодняшнюю. Мы вернемся и перешлем радиопрограмму с вашими песнями, которая уже дважды была в России за полгода. Люди были очень довольны, потому что это ожила в вашем лице легенда. Люди знали, что есть Дина Верни, знали вот эти записи, нелегально распространяемые. И вот она сама рассказала о себе. Я была всегда в сопротивлении и продолжаю. Хорошо, Дина, огромное, огромное, огромное вам от всех нас спасибо.